Михаил Шолохов. Рассказ «Наука ненависти». Отрывок. Читает Кашина Наталья. На войне деревья, как и люди, имеют каждая свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнём нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села Эс. Здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мёртвые немецкие солдаты. В зелёном папоротнике гнили их изорванные в клочья тела. И смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо, приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, опалёнными и жёсткими краями ворона источает могильный запах. Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами. И только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся берёзка, и ветер раскачивал её израненные осколками ветви и шумел в молодых глянцевитоклейких листках. Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола берёзы. Спросил с искренним и ласковым удивлением. Как же ты тут уцелела, милая? Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная, и на месте среза остаётся лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб. На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безымянной речушки. Рваная, зияющая пробоина, иссушила полгерева. Но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. До сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние всё ещё жадно протягивают к солнцу точённые, тугие листья. Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бою, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном. Задумчиво глядя на залитую ярким солнечным светом просеку, лейтенант Герасимов говорил, «И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком. Знаете, как это говорится? В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. А вот у нас они впряжены и здорово тянут. Тяжко я ненавижу фашистов за всё, что они причинили моей родине, и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ, и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением. Именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к родине хранится у нас в сердцах, и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагу всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, «Но я так думаю», — закончил лейтенант Герасимов. И впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой ребяческой улыбкой. А я впервые заметил, что у этого 32-летнего лейтенанта, надломленного пережитыми лишениями, но всё ещё сильного и крепкого, как дуб, ослепительно белые от седины виски. И так чиста была эта добытая большими страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть её было невозможно, как я ни старался.